Доброе утро! В эфире новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. И сперва новости с полей. Обмолот зерновых и зернобобовых культур завершают в Крае. Подробности далее. 94% площадей зерновых и зернобобовых обмолочено в Алтайском крае. Всего уборка завершена в 14 районах. Лидер – Ключевский район. Там обмолочено 78 тысяч гектаров. На втором месте – Кулундинский – 74 тысячи гектаров. И закрывая тройку лидеров – Троицкий район с результатом 68 тысяч гектаров. Крыша, которую не снесет ураганом. На одном из домов на Валтайска ремонтируют кровлю с использованием высококачественных материалов. Как уверяет подрядчик, она увеличит срок эксплуатации кровли. Он будет минимум 50 лет. Для жителей восьмого дома по улице Крылова в Новоалтайске постоянный ремонт – обычное дело. Зданию больше 50 лет. Почти все это время погода в доме оставляла желать лучшего. Крыша из шифера пропускала воду в квартиры. Жаловались. Без конца во время дождей заливала. Особенно пятые этажи. Проблема жильцов была больше с разрушением самого покрытия. То есть шифер, которым было много лет, он потрескался. Его восстанавливать сложно. Периодические ремонты мало к чему приводят. А здесь теперь она устроена от начала и до конца так, как там должно быть. Жильцы обратились в фонд капитального ремонта. И теперь на доме красуется новая скатная кровля. Ее стоимость – 3 миллиона рублей. Все материалы высокого качества. Есть утеплитель, что актуально перед предстоящими заморозками. Металл 0,7 толщиной. Деревянные конструкции все обработаны огнебиозащитным составом, что тоже характерно. Будет в зимних условиях обслуживание гораздо удобнее для управляющей компании. На сегодняшний день в Алтайском крае регоператор выполнил работы более чем на 220 объектах. А по плану текущего года капитальный ремонт предстоит выполнить на 300 домах. Евгения Князева, Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. Другим темам. Сезон познавательных лекций стартует в Барнаульском музее «Мир камня». Гостям расскажут о новейших находках и уникальных экспонатах. Узнать расписание и темы лекций можно по телефону, которое вы видите на экране. Напомним, встречи клуба «Любители камня» проходят в музее с октября по май каждую субботу. Присоединиться могут все желающие. С мая по сентябрь музей проводят выездные геолого-познавательные экскурсии по Алтайскому краю. Участники посещают месторождения руд и самоцветов, а также культурно-исторические объекты. И о спорте. Алтай провел первые домашние матчи сезона. Домашними их можно назвать с большой натяжкой. Пожалуй, впервые за долгие годы официальные игры наша команда проводила не в Барнаульском дворце зрелища спорта, а на Карандино-арене. Эти матчи для двух коллективов, ставящих практически одинаковые задачи, попадания в плей-офф и по результату и по происходящему на льду, можно смело назвать равными. Впервые за долгие годы начала сезона барнаульская команда проводила не на традиционном льду дворца зрелища спорта, а на Карандино-арене, которую домашней площадкой Алтая назвать можно с большой натяжкой. Дворец спорта – это как-то наш дом уже был. Может, будет еще, не знаю. А здесь как-то все непривычно. У нас даже места, ни раздевалок, ничего нет нормальных. И у тренерского состава нет ничего вообще. Я не знаю, кто вам сказал, что лед хороший. Лед зависит от игры игрока. Он может сказать хороший, а может сказать плохой. Быть может поэтому в первой встрече между соперниками хоккеисты Алтая чувствовали себя на льду в некоторых эпизодах явно не в своей тарелке. Как будто игра проходила не в Барнауле, а где-то за пределами нашего региона. Другие стекла, другие борта и отскок шайбы. И самое главное – непривычный лед. Скорее всего, по этим причинам в стартовой встрече команда Андрея Соловьева уступила сопернику, пропустив единственную шайбу в матче в середине первого периода от Евгения Кириллова. 0-1. На следующий день в течение двух отрезков игры оппоненты не могли распечатать ворота друг друга. Лишь в начале третьей 20-ти минутки Александр Складниченко вывел гостей вперед. Но Андрей Локтев уравнял цифры на табло. 1-1. Основное и дополнительное время завершилось с таким же счетом. А в серии буллитов Алтай был удачливее. Победный бросок в игре нанес Кирилл Гай. 2-1 победа барнаульских хоккеистов. Две тяжелых игры. Во вчерашней игре удалось одержать победу волевую, за что я ребят поблагодарил. Не все получается у нас в игровом плане, в тактическом плане. Но тем не менее, я очень доволен самодачей всей команды за эти две игры. Сегодня тоже старались, бились, но упустили преимущество за счет удалений. Поэтому сегодня проиграли. Следующие игры наша команда проведет вновь в Барнауле 9 и 10 октября. На этот раз в краевую столицу приедет команда Южный Урал Металлург и Зорска. Начало матчей в 7 и 5 часов вечера. Дмитрий Гладких, Евгения Князева, Роман Хайрулин. Новости. На этом пока все. Я передаю слово Елене Хороша в свою студию утреннего канала. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова